Отступить от своего плана. Я уверен, что у них был такой план, когда они брали Никса в первой стадии. Но Фнатик просчитали это всё и взяли Бэйна. Ну вот со Сларком, кстати, действительно с тобой солидарен полностью, ибо чаще мы привыкли видеть, может быть, какой-нибудь Джиггернаута, но с появлением Бэйна, я думаю, что про него... Ну Сларк это ещё сигнатурный герой для Матумба Мэна. В своё время он умел играть на двух героях. Это был Сларк и Эмберспирит, на остальных он себя чувствовал просто отвратительно. А в своё время это ты его в какой команде припоминаешь? Четыре анчора, естественно. Вот и я тоже сразу вспоминаю эти времена. Я помню, сам лично банил против их команды в первой стадии этих двух героев и наслаждался жизнью. Всё же Джиггернаут. Я был согласен за Сларка. Обеими руками за. Алхимику Фнатик. Опачки. И вот здесь уже мне пик Фнатик нравится больше. Я, конечно, понимаю, что Рубик может там красиво цеплять, воровать ульту Бэйна, и хватать Алхимика или Тимбера, и вся команда будет резать. Но вся команда, состоящая пока что из одного Джиггернаута толком, именно урон с руки, остался герой для Фаты, который... который кто? Который инвокер. А кто же ещё? Может быть, кстати, и Розор, потому что против Алхимика стоять придётся. И вот могут сейчас забанить Фнатики как раз именно Розора. Потому что что Тимбер, что Алхимик против Розора на линии стоят довольно паршиво. Ну и нужен какой-то физдамаги для Ликвид на мид. Ну и с Баунт Хантером убивать удобно. Ну а Фнатик, в свою очередь, должны себе добрать какого-то суппорта. У них уже есть Бэйн-саппорт пятой позиции. Вот Бэйн-саппорт четвёртой позиции Элдер Титана. Ну, не сказать, что он прям как-то сильно контрил. А, нет, он довольно неплохо как раз-таки против Джиггернаута работает. Да. Объясню незнающим людям как. Потому что на иллюзию Джиггернаут прыгает. На иллюзию Элдер Титана Джиггернаут ультой прыгает. И начинает по ней танцевать. И несколько умнислейшей может заехать. Ну, разумеется, также эта иллюзия блочит хукшот Клокверка и прочие гадости делают. Мелкие пакости, о которых люди даже не догадываются. Ну и Ласт Бан от Фнатик. Наверняка мы можем... Разор Инвокер. Да, Разор Инвокер. Мы уже сказали, какой принцип полгероев там возможен. Все-таки, наверное, Инвокер. Ну смотри, они реально могут и алхимика в легкую поставить и Тимирсова в мид, и алхимика в мид, и Тимирсова на легкую. Они реально могут посвапаться, как им удобно будет. Хотя герои в целом схожи. Оба милишника... Тимирсова на легкую, я думаю, пойдет процентов на 80. Алхимик все же в мид. Ну все на самом деле зависит от лас героя в миде, от Ликвид. Так-то. Смотря кому из них удобней. Потому что алхимик это герой довольно неприхотливый. Он против всех героев практически в доте стоит довольно удачно. Вот разве что против Тимирсова как раз алхимик стоит так себе. А против многих других нормально себя чувствует. Ну вот против Разора будет ему тяжко, да. Все-таки Бан Тинкер. А ласт пик принадлежит команде Ликвид. Ах да. Тогда фнатикам действительно... Ну в любом случае с упорта брать ничего серьезного они не потеряют. И вот сейчас нужно решиться. Это будет какой-то герой сейвер? Который будет там стакать для алхимика? Ну по-хорошему им нужен какой-то фиксатор, чтобы Тимиру наносить демож. Потому что одного лассо... Ну стан алхимикой я вообще не особо считаю за стан. Потому что слишком уж он долго заряжается. Какой-то ли он неплохо мог бы зайти для фнатика. Ну и явно не что-то лесное такое. Там Баунти Хантер все-таки. Да, лесника тут вообще самоубийство брать. Тут собственно и вариантов не особо много. Хотя для диджея есть Чен. Так-то, если подумать. Но Чен против Баунти Хантера тоже. И Enchantress. Все-таки это Enchantress. Вот только что мы начали говорить, да, про лесников. Да. Не, ну бывали моменты, когда Баунти Хантер в лесу против... Это медовый Джиггернаут. ...качается против кого-то, но это... Ну я не знаю даже. В общем, у Джеракса здесь вообще раздолье. Ну да, хочешь, приходи в мид, алхимика, замедляй. Там сфера яда, Дженады, Джиггернаут раскручен. Хочешь, лес уйди, Крипджек и Enchantress, то же самое, и к спуару у нее. Ну, на топ, разве что ему приходить там нечего делать, потому что Баина Тимбера им никак не убить. Но Матумба Мэн сыграет на Морфлинге. Сейчас мы еще представим команды. Ну, здесь Морфлинг действительно замечательный пик. Я уверен, что Ликвиды думали о пике этого героя. Ну, мне кажется, они уже сразу изначально рассматривали вариант того, что... Они очень быстро выпикнули после Enchantress. Ну, этот герой Морфоника 3. А, это не аппарат. Все, мы по-любому берем Морфлинга, нам тут бояться нечего. И это хорошее решение, стоит заметить. Я даже не предполагал такого развития событий. Я забыл о том, что Джиггернаут... Я просто не воспринимаю Фату как такого Джиггернаута закоренелого, мидового. Это, конечно же, хороший сейчас герой в миде. В миде очень часто он появляется именно на центральном коридоре. И хороший герой Морфлинга здесь... Ну, Морфлинга здесь вообще бить нечем. То есть, все, что могут сделать, это все контриться одним айтном, линклинг-сферой. И Лассо Бэтрайдера, и ульта Бэйна. Ну, от остальных как бы он просто улетает, уволнится. Все, что он хочет, сделает. Давай с тобой представим команду. Ликвид и Куро играют на Баунтихантере, Фат играет на Джиггернауте, Джеракс играет на Рубике. Вот он как. Так, я уже рассказал, да, именно что Куроки на Баунтихантере, а я все ждал Джеракса на нем. Майнд Контрол, Никс, Ассасин, Матумба Мэн, Морфлинг. Ну и команда Фнатик. Муши будет играть на мидовом Алхимике. Диджей на Энчантрес, несмотря на пик. Баунтихантер у врагов. Мидуан будет на Тимберсо. 3-4-3 будет играть на Бэйне. И Ахая на оффлейновом Бэтрайдере. Ну и что же мы здесь видим? Мы видим Баунтихантера, который купил себе на первые деньги ботинки. Чтобы он просто поставил себе за цель не отставать от Диджей. Потому что Энчантрес имеет самый большой моспит на первом левеле без сапогов. Вот тут западение на Мидуана. И довольно просто. Плохое начало для команды Фнатик, честно говоря. Это не критично, потому что умереть до руны это не самое неприятное, что может произойти в доте. Он-то ничего толком не потерял. Он-то руны не факт, что забирал, так как есть Алхимик у тебя в команде. Алхимик ее забрал и все у них сложилось удачно. Но в целом потратили ману оппоненты твои. Ну это можно и плюсы найти как-то. Конечно, ну вот смотри, что сейчас делают Куроки. Куроки-то он поставил... А зачем он в центре поставил? Любопытный момент. Зачем ему здесь, в центре? Ну, смотри, несет. Талончик себе несет муж. А зачем ему талончик? Слушай, для Алхимика-то. По-моему, Алхимик такой перс, что талон ему не критичен. Ну да ладно. Мне на самом деле самому интересно даже посмотреть, что из этого получится. Потому что ни разу я не видел талон на Алхимике. Я тоже. Я тоже. Что-то у нас, возможно, знает. Чантер все-таки оторвалась от Куроки. Куроки все ждет курицы, но не дождется он из ее. Ты добычи не дождешься, черный ворон. В лесу стоит Диджей. К нему-то можешь вскоре... Кстати, в лесу в каком, обратите внимание? Ну, конечно. А Дватью Хантера только в этом лесу и прятаться. Это вполне логичное действие. Вот Диджи и Чен, и Энчантрасы все так делают. Энчантрасы-то очень удобно делать. 335 мус-пид на первом лавоне. Подумать только. Какая резвая козочка. Хцемка бегает медленнее с сапогом, чем Энчантрас без него. Вейв мимо, вейв форм. Ахайо поджигает Firefly, и Диджи выходит из леса, и стролиум могут, кстати, Джеракс подгрызть. Могут Хантер здесь ничем... И подгрызут ведь, да, ничем помочь не может, Джеракс погибнет. Не уследил, господин Куроки, он со своей задачей здесь не исправился, потому что Энчантрас спокойно прошла, взяла крипа, и без каких-то проблем просто пришла и убила. И морфингу здесь теперь фармить не очень удобно, потому что здесь и Крип остался, и Ахайо царствует, властвует на этой линии, спокойно ласхитит Крипов. Ну и также фармит Диджей, который уже второй исполненный левел, в свою очередь Куроки только второй. Ну и то лишь потому, что он немножко с линии подворовал. Как у нас дела на миде? Бэйн занимается своими бэйнерскими делами. У него, кстати, фуллмана довольно интересный момент. Но бэйнерские дела, когда еще инфибл вешаешь, ну тут, в принципе, и... Да, да, да. Ну, кстати, мог его повесить спокойно инфибл. Если он, то нету топорика. Ну, если бы, да, он вкачал его, соответственно, заранее. Ну, уж ко второму левел, по-моему, можно. Было не иметь брейнсап, потому что... Ну, а зачем тебе брейнсап? Вроде бы на тебя не нападают. Ты просто бегаешь по карте вообще-то. На первом ты берешь инфибл, на втором берешь по ситуации или сон или сап. Скорее всего, тебе понадобится сон, потому что... И вновь тут запрыгнул Ахайо, видит под собой Джеракса. Джеракс в этот раз оказался более подготовленным. И сразу же сделал тэп-аут на вышку Тир-2. Ну, Ахайо здесь даже не на базу. У него очень сейчас много денег, он украл пачку. Пушится линия под аурой этого могучего петуха красного. Крипы умирают довольно медленно. Матумба страдает. Матумба все-таки рейнджевик без стаутшилда. И крипы его бьют очень больно. Ему крайне неприятно. 80 у него хп. Жрет тангу. У него есть стики, но рискует он. Как у нас дела на топе? Майн-контроль 13-2 против мид-2 на 17 на 2. Мид-1, конечно, умер на первом левле, но это скорее не сыграло вообще никакой роль. В плане стояния на лайне это только уменьшило ману Никсу, потому что Мид-1 к лайну подошел со всей ответственностью. А опыт Майн-контроль имел, ну там, на двадцатку больше. Так что вообще не решает ничего. Ахая все-таки развлекается на линии. Находит Куро, кидает просвет, пытается Кура забрать. Жеракс подбрасывает, отбросит обратно на Диджи и Кура спасет с подвышкой. Скорее всего. Фрага удалось избежать такого ненужного. Я не понял, как так произошло, что у Фата 24 на 5 и 2 фрага, а у Алхимика 20 на 0. Хотя с ним, насколько я помню, большую часть времени находился рядом Бэйн. Как же так вышло? Неужели настолько круто Фата отгонял или динайал у Муши, чтобы у того крипов меньше? Хотя с тем... Динай всего. Тогда, ну, динай, это же необязательно именно динайк. Ты можешь испортить рагу. Ну да, можешь испортить на такой типо. И... Без наличия топора. Диджей. Опять все лезут здесь на боте, да. Ахая диджи чуть нормально. Доставай свои формы матумба мена. А вот здесь матумба может и не уйти. Потому что файрфлай еще долго будет. Манны чуть-чуть буквально перекачиваться, но он чуть-чуть там будет. Он медленно-медленно перекачивается. Недостаточно для того, чтобы этот ДПС перебить. И к уроке тоже чуть-чуть не пойдет. Гараксы, куроки. Смотри, сейчас этот Бэйн выйдет. Он сейчас выйдет просто от того руками. Смотри, сейчас он уже тянулся на центре варде. Сейчас Кура пробегает мимо. Фата тем временем делает фраг на алхимике в центральной линии. Ну да, с другой. Ну тут не один, конечно, был с дабл-дамажем. Дейс-майн контролом они. Да, я тут немножко... Я предикшен такие тут делаю. Все равно тут скучаешь, сидишь порой иногда. Какие ты сделал предикшены конкретно на эту карту? Ну вот эти вот сбоку. Я бы показал сейчас, ну ладно. Просто возможно. Ты мог бы мне сказать, потому что нет компендию монет. Я понятия не имею, что-то там... Ты можешь быстро глянуть. Сможешь заглянуть. Да нет, у тебя там лампа стоит, так что забей. Уже не стоит. Здорово. Глянь. Игра подлится 37-44. Так, майнд контрол. Промазал, кстати, имбейлом. Карапасы пошли в ход. Подходит Охайо. Кентавра застанил. Ну, байля сюда не уходит. Давай пока. Да, Бэйн себе в свой инвентарь, возможно, сейчас прикупит сапожок. Потому что бегает он абсолютно голый пока что. Ну и Муши. Все-таки 0-2 у него уже. Но за счет... За счет своей монетки он должен как-то камбэкться. Куроки там плохо п. А, там еще... Задел его... Между прочим, на фрифарме остался мидуан. Потому что майнд контроль-то ушел с топа. Ну, не сказать, что он, наверное, сильно напрягал. Скат от ликвидов. Фата заранее уже делал тп. Понимаю, что к нему подойдут. Скан был очень кстати. А майнд контроль-то здесь, смотри, нашли. Нашли, застанили. У него нет... Вендетта нет. И майнд контроль здесь. Может и не уйти. Карапасы, может быть, на время спасут. МПЛ-ом он кентавра копает с сатиром. Возможно, даже догорел бы. Но Охайо не хватило чуть. Буквально парнюков. Ну да, там еще хороший стан он дал в сатиры. Да, который мог бы в него уже полной вкинуть. Да, майнд контроль что-то он получил себе свой пятый левел, а шестой все никак. Вот ему сейчас стоит, да, вот эту пачку зафармить, будет шестой, пойдет на базу и сможет с Вендетты, наконец... Ну, возможно, он придет в мид уже с Вендетты или найдет муши на лесных крипов, на которых, в принципе, обычно находится алхимик на этой стадии игры, если его нет в миде. А вот для чего купил талон. Вот чтобы в этот, как раз-таки, уязвимый для алхимика момент, когда у него еще нету армлета, и недостаточно он быстро убивает крипов под тучкой, он к талонам срезал. 40% здоровья, да. Великолепное решение. Именно к того уязвимого для алхимика момента. Он мне слышно готовил фаты. В мид, кстати говоря, идет майнд контрол и к уроке. Тут надо дождаться... Да нет, тут сложно под вышку им забежать будет. Муша идет на руну забирать баунти. Мид пока стоит мид 1. Довольно опасный герой, и я думаю, что это как раз-таки и заставит команду Liquid. Либо по нему сыграть. Рассчитывая, что алхимик лес ушел фармить. Кстати, возможно, так и будет. Тут уже 4 игрока в центральной части от команды Liquid. Мид 1 подбросит его Джеракс, ткнет его майнд контрол и застанет и Блэйд Фьюри и домой. Неплохо пока все получается. Джаггернаут реально вот эти фраги получает. Когда А4-0-0, он по нетворцу пока лидирует и опережает алхимика. Но это лишь временно. Хотя здесь алхимик с покупкой армлета насчет фармить довольно быстро. Где-то здесь умерщик уроки. А, ну это он загулял. Да, он тут вот бегал. Я так обратил внимание. Даже не знаю, что он там хотел сделать. Ну, у Матумба Мэна здесь пока все нормально. То есть, не сказать, что бы хорошо, но учитывая тот экшен, который происходил на его лайне, он держится молодцом. У него есть один фраг, 50 крипов. В принципе, перспективы у него есть. Как мы в начале игры заметили, здесь в Морфа контрить сложно. Фнатиком этим пиком тут против каких-то сильных дизейблов он купит себе линкенсферу. Против остальных героев он просто уйдет и будет спокойно сплететь или даже драться с ними. И Джаггернаут в миде имеющий 4-0-0 и 63 крипа. Это будет хорошее еще подспорье для Ликвид в Лейте. Да, так что игра, пожалуй, быстро может и не закончится, если какая-то из команд... Ну, если какая-то из команд в скобочках Ликвид не доведут игру до победы достаточно быстро, если Фнатик наошивается чрезмерно. Например, Мушу много раз загангают и быстро сломают здание за счет Морфау. По крайней мере, гангом готов оказался Муша, и Варда из центра ему обеспечили. И он сейчас отступает. 3-4-3. Новая цель для майнд-контрола. И причем стан... И виндетту успел ткнуть, и стан... В общем, это фраг. Он пытался задинаиться, конечно. Но у него бы не получилось, потому что слишком там было много у него хп перед последней тычкой. Там уже наносится 20 дэмэджа чистого от сна в первую секунду неюздимости, но, к сожалению, у него было больше, чем 20 в любом случае. Мид чуть решил поддавить диджей. Пришел сатир с шоквеймом. Матумба мэн чуть назад отогнали. Вейв форма. Мид ван. Нормально он того подкусывает все-таки. Там на самом деле сначала выиграл из него. Если Мид ван просто попадает в Симберчейн, он кидает верлиндесы чакрам, то Матумба мэн во что-то взорваться. Да, если будет чисто урона еще от первого. Возле деревьев. Ой, хорошо здесь. Матумба мэн его закрыл. Майнд-контроль. Он может его подкопать. Он мог выпить стики и застанет, но сделал это лишь уже в дрянь. Подходит сюда Муша, телепорт сюда от команды Ликвид. Сразу целых два. Ставится сентри вард. Телепорты были отменены. По известной причине. Ну да, здесь бы скорее всего Бейн схватил любого и пила бы его запилил. Ну и Муша на самом деле имеют достаточно много денег. Вот так посмотреть на его положение до и сейчас он уже 2000 арм лет. Нет, он боевой товарищ. Очень боевой. Фата тем временем сплитует Тир-2 в топе. Вражеский лес занимает команда Фнатик, причем довольно много апсов они здесь поставили. Вот из центри сбивают. 3-4-3. Майнд-контрол заходит в лес. Довольно опасная ванчура. Сейчас будет стычка. Дали просвет. Не достали до Майнд-контролом от Тумба Мэн. Ну тут просто должны убивать Мидуана. Сносит его волной от Тумба Мэн. Лассо дает Батрайдер. Это чуть ниже происходит. Завозит тут Джеракса, спасает ему тут. Да спасает он сам себя, короче говоря. Джеракса, кстати, есть лассо. Он может при желании кого-нибудь схватить. Какая волна по трогим. Реформа хорошая, да. 3-4-3. Но все живы. Вынужден был заюзать стики. Куроки под Майнд-Мэрили. Он не слэшит, Фатэ. Есть. На мои друзья. Куайо разделил его диджей. Блэйдфьюри. Диджей готов пожертвовать собой ради выжимания. Фатэ, скорее всего, так и будет. Твои формы не плакая. Окай добивает ласточкой Матумба Мэн. И так же расправились со всеми, кем могли. И смотри, какой интересный артефакт в Стэшу Джиггернаута. Это намек на Баттлфьюри. Да. И Мидван. А вот это уже... О, лосо есть. Опа. Поехали. Ошибка. Да. Ну, вот про такие ошибки я говорил как раз о Стардефнатик, которые могут позволить Ликвидам быстро закончить игру. Ну, реально, просто можно мушу не дать разогнаться. Тут уже не будет стадии серии «Тебе Аганим», «Тебе Аганим». Ну, тут, прикинь, Аганим Энчантра сразу. Это будет жестко, да, в Логейминге имберу. Да тут всем героям Аганим заходит. Да, абсолютно всем. Конечно, Байну Аганим сомнительный. Ну, вообще, ну, не какущий, по-моему, этот Аганим. Байну. Все равно есть определенные плюсы. Ну, что ты дает? Да. Это важно. Это да. Это более важно, чем то, что дает Аганим. Аганим от «Алхимика» в любом случае будет полезен. Он на него деньги не тратит. Ну, да. Поэтому пускай «Алхимик» тратит деньги. Это как пять цирклеток. Угу. Аркан тапки от Никса. Ну, плохо там. Подзаработал уже майндконтрол. Побегал, погангал. Фата 5-0-2. Имеет неплохой весьма стриг. И под смоком ликвиды отправляются искать оппонента. Не только под смоком, но и под вендетой, естественно, Никс. Миди видит анимайнд Мидвана. Должны сейчас к нему подходить. А вот и, наверное, и нападать пора. Куроке. Сейчас он жадненько развернется за Чекрам. Есть подкоп. И Охайо, как бы ни кидал флэмбрейк, еще и немножко подстрелил от майндконтрола и карапасов. Но сумел отойти. Без Тимберсова имеют неплохие перспективы забрать эту вышку ликвиды. К тому же опять у них все на готове. Это и Омнислэш. Да все, короче, у них есть. Все, что им надо. И в Лилиндесу Рубика. Хотя лучше бы найти что-то более полезное. Да лучше бы Чекрам, конечно, иметь, чтобы издалека закидывать, а не подходить на суппорт Рубики вплотную. И Муши находят здесь. В Лилиндесом как раз таки тут подрезать его очень кстати. Ну, вот это ошибка, конечно, от Муши. Почему он здесь вообще вот так шел? Ну, да. Его там наложили. Вард хороший поставили, ребята. Это ошибка от Муши. Все-таки потому что он шел по Варду. Но он же должен был заметить смещение игроков команды Ликит в его сторону. Когда он тут идет. Он же не АФК, он же видит, что враги вышли к нему. Наверное, он должен был смекнуть, что его видно. Надо вернуться. Ну, да ладно. Это те самые ошибки. Те самые ошибки. 05, между прочим, у Мидвана. Мы видели сегодня от Эмпи Тиммера, который имел 2-7, по-моему, в начале игры. И вот Мидван повторяет его успех. Но у Эмпи в команде были и Рикимару, и Ильич, которые так себе смотрелись. И во многом из-за наличия этих героев все было так плохо у Тиммерсона керри позиции. Здесь вроде по героям было неплохо. Просто Мидван ловили за счет хорошей игры Ликит. Так, неплохой выход от Фнатик под Смоуком. Ну как неплохой. Дали просвет. Майнконтрол этим просветом не достали. Он отступил. Он как раз-таки заливилил Смоук команды Фнатик. Итог. Плохой Смоук от Фнатик. А шли весьма неплохо. Были бы у них Блинкдагеры там на Бене. Я уж чересчур, конечно. Но все-таки, да. Была бы какая-то инициация даже от Батрайдера. Блинкдагер на Батрайдере обычный. Скорее на Бене. Теперь уже на Батрайдере Блинкдагер никто не собирает. Не знаю почему, но... Ну, барабаны сначала. Сейчас на Батрайдере. Так, барабаны. Потом тебе еще линзы купят. А это только потом, может быть, купят тебе и Блинкдагер. Уж лучше Ограб пик идти тогда. Да не. Уж на самом деле Батрайдер без Блинка не так плохо. Он очень быстрый. Он может быстро летать по драке. И дамажить вплотную. Ну, инициация у Фнатик сейчас нулевая. Инициация, да. И это надо исправить. Пата под инвизом. Здесь, конечно, и Сентри можно найти. И Охайо. Охайо, кстати, не подцепил вовремя. Майн-контрол еще бегал, там Сентри стоял. Карапасы. Испалить двух вообще человек. Даже так. Ну, там Сентри стоял. Ну, Сентри стоял, да. Он пробегал мимо прям под ним. Не видел двух героев рядом в инвизе. Один был в Виндете, второй был в Рунинвизе. И с другой стороны, будь у него Блинкдагер, он бы увидел его на границе ворда и мог бы в лосо подцепить даже. Ну, конечно. Какой? Ну, Т5. Ну, хоть что-то. БФ, тем временем, Джиггернаут вскоре уже появится. Буквально считанные копейки остаются. Матум Бомен. Девять. Восемь. Ты считаешь копейки? Конечно. А, а. Все. Это успех. У него есть БФ. Вот, на самом деле, я не понял, зачем он себе купил вот так вот Яшку первую. Потому что, ну, не такой-то обузный артефакт, какой она была чуть раньше, когда она давала 10 Монгспида или даже больше. Я надавал еще 16 Атак Спида. Надавал 16 Агилити, 16 Атак Спида и 10 Монгспида. Вот. И тогда ее собирали на любом Агильщике. Но сейчас не знаю, не знаю. Она здесь смотрится как скорее препятствие к Баттлфюри. В полстоимости Баттлфюри. Сейчас будет нападение. Но инициации-то нету. С Блинка. Блинк Даггер у Батрайдера отсутствует. Бежит. Бейн. Нет. Бежал Бейн, поймал его Джеракс. У Джеракс это Блинк Даггер есть. И вот вам, пожалуйста, Бейн занатмерил себя. И это трек килл для команды Ликвид. И следующим. Кто будет следующим? Мидван отступает. Телепорт наперед. Кстати говоря, а Джеракс он не слэш в муше полностью раскастован. Добить его, конечно, не удастся. Хотя очень хотелось бы. Мидван тоже довольно сочная булка. Отправляется Фата за ним. И тот делает тэп-аут. Все-таки купит себе этим слотом скорее всего Батрайдер Блинк. Потому что 100 монет ему осталось. Но может быть это будет линза. По старым чертежам. Нет, это все-таки Блинк. Молодчина. А у алхимика, между прочим. Между прочим. У него сейчас по нетворсу и по айтемам, в принципе, он не уступает международным стандартам алхимика. Если что. Какой просвет. Несмотря на всю его боль в этой игре. У него все нормально. Покажу вновь в графике. Что-то давненько, может, не показывал их. Все так спокойно пока, размеренно. И вот какие артефакты. Мы стараемся про большую часть озвучивать их. Параллельно героев прокликивать. Но вот полный список имеющихся. Ну, знаешь, тут еще такой момент, что ни одна из команд не может быстро довольно-то брать Рошана. Это быстрее я могу сделать Ликвид, но... Но, 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 не совсем они, я думаю, готовы к этому. Они не будут этого делать, по крайней мере, пока все герои Фнатик живы. Знаю сейчас Ликвиды, где находятся Фнатики. Они обвели их, потому что Вард стоит на горочке. Ну и такая сейчас. Смог был проюзан команды Фнатик успешно. Успешно? Я сказал, смог? Да. Сорян. Скан, скан. Да-да-да-да-да. Плавят уже серьезно, что делать. Порой иногда задумаешься. Так, все-таки решил манту собирать Муша следующим слотом на алхимике. Ну да, здесь, пожалуй, это довольно резонно. Здесь есть от чего уворачиваться. В конце концов, Морфинг может кидать Этериал и адаптив страйкать. От чего-то из этого увернуться, снять с себя Этериал. Можно увернуться от Омни Слэша, можно сбросить с себя трек. Здесь манта выглядит очень выигрышно. А то бывает некоторые алхимики по скрипту собирать, не думая, манту с следующим артефактом после Триволов и Радика. Ну, порой это выведет совершенно лишним. Ну и Фнатики просто занимаются тем, что там и онлайн. Ага, Габен подбросил дабл дамаж. Ага, бывает. Ну, с дабл дамажем, да. И особенно, когда только что сделали ТП на базу героев на тиков, ликвили это видели. Забирают без проблем. Особенно под медалькой, это под дабл дамажем. Еще и мог, перекачанный, что аж вены вспылись. Что творят? Ну и сейчас могут они это вполне реализовать. Потому что прекрасно понимаешь, что с каждой минутой алхимик будет сильнее и сильнее. И препятствовать они этому не могут. Так, блинк. У Никса появился. О, майн контрол теперь вообще опасный парень. У них инициация есть, да. У них примерно равный тайминг. Она очень неплохая. У них равный тайминг примерно к покупке блинков. Только еще у Рубика есть блинк. Любым героем цеплять могут. Кстати, как насчет... Ага. Вот что-то мне странно кажется такой момент, что Бонтихантера есть медалька, но нету Мекки в команде Ликвит. Это как так? Как так получилось, что нету Мекки? Ну, казалось бы, дефолтный артефакт для Бонтихантера в последние годы на суппорт роли. Ну, с Мека потом... Ну, Арканы сначала, потом Мека, потом Грифсы, потом уже всякие медальки. Ну, сейчас он медальку решил сделать сразу. Возможно, кстати, для того самого Рошан, которого они только что забрали. Быть может. Там ДД очень помогло. В принципе, Тейл все-таки морфлинг. Сейчас заберет он Т2 вышку на низу. Забочено. Задефует. На топ уже выдвигаются помимо Фаты еще и Никс Ассасин, ибо Фата подцепить не может, а вот Никс Ассасин очень даже. А вместе с Omni Slash это абсолютно любой герой команды Фнатик может отправиться в таверну. Мидуан отступает, также и Охайо очень быстро отбегает. Джеракс с этой позиции может даже выйти на перехват. Тем временем мы видим, как Матумба Мэна забирают. Джеракс вышел на перехват. Мидуана удастся ли подхватить? Ну да, форстав очень кстати. Обратно кто-то ватбросит и лопнул попросту Мидуан. Да, он быстро появится. Это Бладстоун. Но это уже 8 зарядов Бладстоун. Какая же печалью Тимберсов последние часы сегодняшнего групповой дня. Только что купил себе Бладстоун. Ну и все, не только что. И теряешь заряды. 0,6-1 бегает Мидуан. Грустит. Не может никого порезать. На Тимбере так приятно бегать, резать, чувствовать в себе силу. А сейчас он чувствует в себе только слабость. Через Глиф даже продолжают бить ликвиды. Ибо вышка вот-вот уже упадет. И ресурсов имеется более чем достаточно в ликвид. Но у Муша есть Манта. Есть Аегис, Эзери, Омнислэш, сзади Майнд Контрол, Джеракс, Куроки с трек киллами. Бараки падают без боя. Фнатик ничего не могут сделать. Наверное, бараки должны попытаться Фнатик напасть. Хотя... Ну, как же ты так не увернулся-то? Не увернулся от Этериала Муша. И я хай прыгает очень хорошо сработано Карапацами. Да и вообще неплохо здесь постарался Майнд Контрол и Мидуан. Пока все еще... Выстарывайте смазы, убьют его здесь. Да, фата минус. Аман Шумбоменса, Егисом. Он перекачивается. Он вообще живет. Он еще живет. Он еще потопнук Майнд Контрол. Просто обожила. Нажал на кнопку. Да, ну, карик общался. Молодец. Ну да, здесь уже ГГД даже написать Фнатик, что нет БайБайКа у Муши. Сторона упала, вторая упадет тоже. Можно, в принципе, сейчас перекачаться. А зачем ты пышешься отсюда, Матумба Мэн? Вроде как бараки. Так бараки добить, покликать не было желания. А ты смотри, как они еще выжили. Ха-ха-ха. Морлинг. А что делать? Ай, нет. Бэха убежал. А чем он улетел, в принципе, довольно понятный момент. У него была иллюзия. Да, реплик реплика. Ну, вот, добил и ушел. У него все так же Айгис. Ну, сейчас он соцарел, а может Мидвана, в принципе, расколотить. Или Бэтрайдера. Схватить его никак нельзя, у него Линкенсера. Ну, ладно, ждут они, в любом случае, воскрешение двух своих героев. А то там Фатус схватили. Вот Бэйн себя, конечно, более-менее оправдал. Он действительно хватал. Он действительно был на линии полезен, наверное, хотя не настолько, наверное. Потому что Банетворсу уступал алхимик Джиггернаут. Что-то не Панетворс, а по Ластхиту. Хотя казалось бы, Бэйн с ним в паре стоит практически. Большую часть времени. Перманентно. Вот, Матумба напал. Бэйн. Он, я не видел, увернулся, Лина, скорее всего. Матумба мэн, ворвался Ахайо. Сзади куроки, майнд контрол, у него Аегис. Да он все еще жив. Он все еще жив. Он все еще жив. Лучше бы он умер. Давненько. И он умер, хотя бы. Нарвался трат. Да. И сейчас куроки Аегис. Аегис пропадает. Ну и в меньшинстве придется ликвид остаться. Джеракс погибает. Вейв форма будет. А тут один остался в окружении пятерых фнатиков. Ты смотри, фнатики сейчас 3 в 0. И даже они убили 4 в 0, можно сказать даже. Но не получили. Конечно, много довольно золота. Ну конечно, печальная ситуация по Натворсам. У всех членов команды фнатик, кроме мужа. Матумба просто высек. Только что. Бэйна. Бэйна. Да, мужа имеет 17 тысяч. На 10 тысяч 6 ватт стоит Мидван. Кошмар. Десяточка зарядов Бладстоуна. Чуть-чуть восстановил. На 2 заряды побольше стало. Линза появляется у Никса. Манта вставил появляется у Морфлинга. Вот какой список полный артефактов. Не так все печально, казалось бы, фнатик. Но все равно сдерживать оппонента сложновато. Мы видели, как бараки просто разбирали без боя. Кстати, купили себе... А, нет, они не... Мужа, кстати, может погибнуть. Это неприятно. Это просто взрыв. Но есть байбэк. Есть байбэк. Ничего сильного не потратили ликвит на него. Но вот сейчас пока мужа думает, байбэк ты ему или нет. Хотя ему давно пора это делать. Диджейм тоже могут потерять на теке. Муж и ты же понимаешь, что байбэк все равно придется. Лучше это сделать до тех пор, пока враги не дошли до твоего хайграунда или не убили кого-то из твоих союзников. Если ты не будешь байбэк отца, вы все равно потеряете эту сторону. Вот ты делаешь байбэк, в этот момент бы уже туча лежала на врагах, и они бы так спокойно не ломали эту вышку. А, смотри, какой тимплей. И знает же, порядка ликвида очевидно. И опять инициаций нет. Смоук был, инициаций не было. Но зато задафили бараки. Временно, временно. Все пока временно. Новая пачка крипов идет. Ну, сейчас все зависит от того, как фнать кнопки нажмут. У них сейчас есть вполне нормальная вероятность, чтобы Ахая кого-то вытянул, убили, и как-то раскайтить-раскайтить за счет там Радика. У него это не получалось. Во-первых, из-за Карапаса. Во-вторых, у него нет форстафа. Вытянуть далеко не получится. Он, собственно, дизейблить можно. Он быстро бегает. У него есть транквилы, у него есть барабаны. Он их прожимает. Все-таки может и пешочком. А если его цепляют, то там уши начинают нарезать. Медван начинает нарезать. Второй смог от фнатик. И план гора отвлекнет. Нормально. Нормальная план гора. И он вновь в Карапасе. Но, пожалуй, это не спасло. И Ахая минус. Медван врывается. Уже команда фнатик остается втроем. Медван гонится за моим контролом. Переманил иллюзию. А, в тот раз точно. В тот раз инчат раз переманила этот реплик. И ты пыталась Радиком сжечь инвизных, ну, в самоке находящихся героев. А то еще думал, почему они убегают от иллюзии. А Юйча переманила. Этот момент я пропустил. Но, несмотря на то, что нича переманивает, Мордлик может вернуться. Ой, как много дэмоджа босса. А он в Этериале находится. Он танцевал по Этериалам, который Матумба. А все, байбэк он делал. Конечно, можно вспомнить это. Здесь все. Ну, 28 минут на самом деле. Ликвид довольно быстро расправились. Ошибок внатик не на допускали. Достаточное количество. И ГГ. 11-1-10. Великолепно себя оправдал Ласпик Марфа. Стадия драфта опять заликвит. В первой карте они взяли Медузу с дровкой. В то время, как взяли бафера. Бафика. Огромага. Первый статик внатик. Вообще ничего не сделавшего на лайне. В этой игре Ликвид инсталла спикнули. Марфа, когда не взяли аппарата на ласпик. Фнатик. Все заслуженно. На классе. На скиле переигрывали в некоторых моментах. И передрафтили. Ликвид гораздо сильнее Фнатик. И они это показали. Ну что ж, спасибо нашим зрителям. Спасибо командам за сегодняшние игры. Спасибо тебе, Егор, за комментирование. Пожалуйста. Ну а мы с вами увидимся завтра. Все так же 4 канала будут работать. Все в том же графике на The International. Групповая стадия завтра заканчивается. 4 матча Best of 2 запланировано. И при этом...